Здравствуйте, друзья! Честно говоря, не знаю, почему нас маркирует 16+, потому что мне кажется, что программу в доле, особенно по вторникам, должны слушать как минимум современные подростки, которые хотят чего-то в этой жизни добиться и как-то состояться, потому что люди, которые приходят к нам и рассказывают о своих стартапах, о своем новом бизнесе в доле, действительно достойны подражания, восхищения заслуживают и, в общем, ну как-то мотивируют на то, чтобы жить правильно, в радости и, в общем-то, в полной потенции чего-то делать, чтобы как-то менять мир к лучшему, в общем, мотивируют. Таков и наш сегодняшний гость, разработчик и генеральный директор облачной медицинской платформы Меддеск, выпускник Московской школы управления Сколкова Владимир Ковальский. Привет, Володя! Привет! Мы определились сразу, что мы на «ты». Вот, господи, я сейчас являюсь, по-моему, таким косвенным клиентом вашей компании со своим французским прононсом. Правда, что, ну, если бы, например, я жила в каком-то отдаленном населенном пункте, где-нибудь в тайге, используя вашу платформу Меддеск, ко мне мог бы приехать фельдшер, все мои анализы записать, и в удаленном доступе какой-нибудь прекрасный врач где-нибудь в более крупном населенном пункте, там, в 100 километрах от меня, мог бы поставить медиагноз. Так это работает? Да, это так работает, и это так работает в плане частного здравоохранения. То есть, если вы будете делать это, наверное, на государственном уровне, наверное, будет немножко сложнее. Если вы все-таки обратитесь в частную клинику, даже если она будет маленькой и находиться далеко, то это будет возможно. Именно потому, что она работает на вашей платформе? Да, да. А тогда расскажи подробнее, что такое вообще платформа Меддеск, и что вообще звучит облачная медицинская платформа? Это что-то, какой-то облачный атлас, там, я не знаю, звездные войны, какая-то совершенно фантастическая картинка рисуется. Да, мы это знаем, и на самом деле, когда говорим о системе, всегда после слов облачная медицинская платформа начинают расшифровывать. Что же это такое? То есть, почему облачная? Потому что в интернете, потому что на планшете, потому что на компьютере, потому что везде. Почему медицинская? Понятно, потому что в сфере здравоохранения. А почему платформа? Потому что мы работаем с разными участниками рынка здравоохранения, от пациентов нас с вами до клиник, страховых компаний, корпоративных заказчиков. То есть, весь процесс того, когда медицинская услуга формируется вами, как запрос в интернете «хочу к врачу» и заканчивая тем, что за вас платит страховая компания, весь вот этот процесс медицинских шагов, на самом деле, позволяет проследить платформу. Поэтому многие участники рынка по этому платформу. Тогда объясни подробнее, что, собственно, из себя представляет платформа Медеск и какие новые опции есть у всех участников процесса, если они начинают этим пользоваться? То есть, если мы говорим с тобой о медицине, то, конечно, медицина, прежде всего, это клиника. В любом случае, все начинается в клинике, и основной объем медицинской всей документации и услуг создается там. Поэтому для нас основная задача – это показать главному врачу или фаундеру частной клиники, вообще, какие у него потоки есть пациентов, какие источники дохода есть в клинике. И, грубо говоря, каждый день у себя на планшете видеть какие-то метрики работы своего учреждения. То есть, подожди, правильно ли я понимаю, что это и регистратура, и весь административный документооборот в одном флаконе? Да, то есть, представь себе, что есть некий такой поток, связанный с пациентом, когда ты решила пойти к врачу, пришла к нему, и после этого за тебя заплатили. И вот в какой-то момент у тебя на этом пути возникает клиника. И она является основным таким генератором для тебя всей информации и так далее. Но в любом случае, когда ты решила куда-то пойти, то, скорее всего, пошла в интернете, записалась на прием, или через сайт клиники подала заявку. И самый интересный момент в том, что клиники чаще всего не знают, насколько эффективно работают их сайты. Те люди, которые приходят на прием, сколько действительно получают, сколько с них удается заработать деньги, и вообще уходят ли они здоровыми, да? И это проблема того, что, ну, как если у нас на столе здесь вот некое такое изолированное пространство, это клиника. А помимо клиники есть пациентка, мы с вами дома, есть страховые компании и так далее. То есть в какой-то момент, да, мы вот в область клиники попадаем, и клиника делает регистратуру, Саша, наверное, главный врач и так далее. Но это все заканчивается, начинается в клинике. Для нас мы начинаем работать именно уже, когда ты сидишь дома, через сайт онлайн-бронирования, там через Яндекс заказываешь визит к врачу, и уже клиника видит, что есть пациент, что расписание у него заполнено. Главный врач видит, там, процент заполненности расписания, какие врачи заняты и так далее. То есть вот всю эту линейку... То есть это тотальная компьютеризация вообще процесса такого амбулаторного здравоохранения. Да, 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 совершенно верно. То есть все шажки, которые есть, и что можно посчитать и учесть, вот эти мы пытаемся все, как бы, пазл такой собрать и дать конечным клиентам. Я читала, что большими поклонниками вашей программы являются те организации, сотрудникам которых регулярно нужно проходить диспансеризацию. Как раньше было, там, я не знаю, автобусные, троллейбусные парки, какие-нибудь другие предприятия и производства, где человек должен быть абсолютно здоров и в себе. Вот диспансеризация — это потерянный день. Человек ушел, неизвестно, где он и чем он и сколько занимается, он может симулировать, что он провел весь день в очереди, а сам пиво пошел пить или, не знаю, в пельменную с друзьями. Правильно ли я понимаю, что теперь, если организация покупает эту программу и пользуется ею, и сотрудничает с той клиникой, в которой тоже стоит Медеск, она, как минимум, ну, как сказать, оптимизирует и время потраченное, и расходы свои? Да, это очень интересный момент. Он как раз лежит на стыке того, что как только мы с вами, как пациенты, ушли с клиники, начинается документооборот. И начинается документооборот между, например, клиникой и корпоративным клиентом. Это может быть РЖД, это может быть нефтяник, это может быть и троллейбусное депо. То есть любая компания, которая отправила этого клиента на диспансеризацию этого пациента. И вот этот документооборот и понимание того, сколько я должен заплатить клинике в конце месяца, и вообще, почему мои пациенты проходили не один день, а три дня, то есть вот этот момент всегда непрозрачен для заказчика. Заказчик в лице любой компании, которая отправила человека. У нас очень таким, наверное, показательным клиентом является РЖД. Есть ряд клиник ведомственных в структуре РЖД, которые именно работают по медицинским осмотрам в большом количестве. То есть это поток машинистов, помощников, в общем, всех, кто работает в РЖД, которые проходят через эту систему. И мы, на самом деле, увидели ту проблему, что после того, как человек ушел, работодатель не может знать, первое, почему он был так долго, например, 3 или 4 дня, и сколько это стоило работодателю. Да, это конец месяца, какие-то бумажные отчеты формируются, это сложно. То есть вот эту проблему мы помогаем закрыть работодателям. То есть для них медицина становится прозрачной. Это не какой-то бюджет, воронка бесконечная, которая высасывает деньги. И люди, которые ушли в пельменную, мы этого не видим. Они действительно это контролируют и могут видеть это. Правильно я понимаю, что плюс ко всему еще и теперь у заказчика есть возможность того же состояния здоровья того же машиниста видеть в более какой-то широкой перспективе. Потому что раньше он пришел, сколько у них, раз в месяц у них эта диспансеризация. Я не знаю, к сожалению, но как-то это достаточно регулярно происходит. Но что с ним было в прошлый раз или в позапрошлый раз, наверное, работодатель к этой информации особого доступа не имеет. Доступа не имеет. Да, тут важно разграничивать момент, что если мы говорим о работодателе с точки зрения отдела кадров и так далее, то они не имеют права смотреть медицинское заключение пациента. То есть медицину они не видят. Но все, что им важно видеть, это финансовые показатели и какие услуги были оказаны. То есть с точки зрения по времени, да? Вы как работодатель, например, согласовываете, что в случае с медосмотром он проходит, кстати, раз в год обычно. Раз в год, да? Ну, такие серьезные медосмотры, когда 10-15 человек. Ну, подожди, ну, а если у него, там, я не знаю, вот он с виду нормальный, у него все в порядке со здоровьем, а после обследования оказывается, что он страдает каким-то недугом, который не позволяет ему работать, ну, водителем троллейбуса или... Да, тут на самом деле клиника формирует некий документ, который она отправляет всегда на предприятие вместе с этим человеком, с подписью. То есть тут как бы юридическая формальность, которую никуда не денешь, и в нем написано, там, годен он или не годен, да, работать. Но с точки зрения... Эту информацию можно увидеть, да, работодателю. Но там диагнозы пациента, его гемоглобин и так далее, он не имеет права смотреть. А, ну это тоже хорошо. То есть врачебная тайна при этом сохраняется. Абсолютно сохраняется, да. И именно работодателю важно, годен или не годен. И второе, сколько мне это стоило, да, там, терапевт плюс хирург, там, плюс анализы крови, там, 2000 рублей я должен, условно говоря. И вот этой информации не хватает всегда работодателям, чтобы понять вообще бюджет спланировать и понять, действительно пациент проходил 5 дней потому, что он куда-то ушел, или он действительно сложно было ему в очередях выставить. С точки зрения корпоративного клиента понятно. Давай вернемся все-таки к частному. То есть ведь, насколько я понимаю, все-таки медицинская платформа Медеск помогает еще и, скажем так, принести новейшие медицинские технологии в самые отдаленные уголки нашей необъятной родины. Да, все началось у нас с того, что ряд клиентов вышел с запросом, с просьбой того, что не хватает специалистов, условно говоря, то есть они находятся далеко, в Сибири, да, не хватает врачей функциональной диагностики, например. То есть некому сделать холтеровское монетарирование, электроэнцефалограмму и так далее. Они вышли с запросом о том, что мы можем эти данные как-то передавать в центры региональные и так далее, чтобы нам кто-то эти данные интерпретировал. И, в общем-то, вот та телемедицинская составляющая, которая у нас есть в системе, это именно не вот видеообщение с врачом, да, к которым там привыкли, скайп, да, условно говоря. А мы, на самом деле, берем данные с приборов, отправляем их в систему и выдаем врачам, которые занимаются только этим, в отдельной комнате. О пользе Медеска в частной практике продолжим после новостей. Оставайтесь в доле на Финам.ФМ. Сегодня с нами в доле разработчик и генеральный директор облачной медицинской платформы Медеск, выпускник Московской школы управления Сколкова Владимир Ковальский. Володь, расскажи, пожалуйста, еще немножко подробнее. Все-таки самое интересное, это то, что происходит с отдельно взятым потребителем, со мной, с тобой, с любым человеком, который нас слушает. Какие бонусы, какие преференции появляются у простых людей, если они начинают обращаться к вашим технологиям? Самый важный момент здесь, это такая некая интегрированная схема здравоохранения для тебя и для меня, как для пациента. Если я пришел в ту клинику, где есть Медеск, если я записался через любой из каналов, это может быть сервис онлайн-бронирования, которых достаточно много сейчас в России, это может быть сайт клиники, это может быть какая-то другая система, там через колл-центр записался. Важно, что я могу получить уведомление об этом визите, важно, что я могу заранее, мне заранее могут прислать об этом напоминания, и после визита я, например, могу какую-то ключевую информацию о себе посмотреть в интернете. И вообще иметь нормальную онлайн-историю своего здоровья. Да, это очень важно, потому что очень часто сейчас люди пытаются хранить данные в дропбоксе, сканируют там МРТ, там кардиограммы свои и так далее, пытаются как-то все это хранить у себя. Локализовать. Локально на компьютере, да, но на самом деле это очень сложно, применировано с врачами, особенно если ты хочешь какую-то получить консультацию там квалифицированную и так далее. То есть процесс того, что я у себя там чего-то храню в дропбоксе, это не процесс нормального лечения. Ну да, не всякий врач потом разберется с тем, что ты ему переслал. А как вообще определить, как узнать, моя клиника работает с Медеско или нет? Ну на самом деле, как правило, эту информацию дают пациенту в регистратуре, как и подключение к системе. То есть принцип того, что вы как пациент имеете право, в принципе, получать какие-то уведомления и информацию о том, какие услуги вам были оказаны, это, в общем-то, удел регистратуры и удел того, как отдел по колл-центру или отдел по работе с клиентами в конкретной клинике реализован. То есть наш основной целевой сегмент сейчас – это небольшие среднечастные клиники, которые, в общем-то, заинтересованы в максимальной эффективности своих услуг. Если пациент к ним приходит, они хотят знать, сколько они с него заработали, почему он ушел здоровым, каким врачам… Действительно, почему он, обратившись в клинику, ушел здоровым? Да, почему, например, у одного… То есть ключевые, например, индикаторы для клиники – это количество повторных визитов. То есть если у врача идут повторные визиты, то, скорее всего, пациенту и его нравится, особенно если это у хроников, да, идут у хронических больных, то к этому врачу идёт повторный визит, значит, этот врач хороший. И на самом деле это очень важно с точки зрения KPI для клиники. Вот основной момент, о котором мы всегда доносим клиентам, это в том, что есть ряд факторов. Такой KPI, как заполнится расписание, он, в общем-то, хороший, но не позволяет судить о качестве лечения у специалиста. Вот если KPI заполнилось вторыми, повторными визитами к врачу высокое, тогда можно сказать, что этот врач, скорее всего, людям нравится, и люди к нему повторно возвращаются, есть там, ну, хронические заболевания и так далее. То есть для главного врача очень важно какие-то вот такие вот метрики основные мониторить для клиники и не углубляться очень сильно в детали, да, там, или для инвестора в эту клинику. А ещё раз, ещё чуть-чуть, вот вернёмся к теме удалённого диагностирования. То есть если в Сибири, где-то в глухом городке, человеку нужно поставить диагноз, он может получить это с помощью платформы Медеск, да, то есть к нему кто-то приезжает с каким-то набором. В случае с работой клиника на клинику, то он приходит в клинику, в которой, например, не хватает каких-то специалистов. Или хочет получить Second Opinion своих медицинских показателей. Тогда эти данные отгружаются в Медеск и врач в региональном центре. У нас, например, в Чите большой очень центр интерпретации, там, комната, врачи сидят, постоянно интерпретируют и вообще с пациентами не работают, занимаются только интерпретацией дистанционной диагностики. Это эффективный способ диагностики вообще? С точки зрения функциональной диагностики, то есть когда вот мы с тобой не, вот как я уже сказал, не Skype, да, повторяем, а повторяем именно сырые данные с прибора, которые получены и показаны врачу, то врачу для интерпретации пациент не нужен. То есть он видит там кардиограмму, электроэнцефалограмму, холтеровское мониторирование. То есть для него это компьютер, экран, программа и всё. То есть он всё это сделал, отправил обратно, и ты получил заключение, даже находясь не в центре и не имея возможности проконсультироваться у хорошего врача. Ну, а если даже у меня нет в ближайшем доступе клиники, а есть просто фельдшерский пункт? На самом деле тут даже момент такой интересный, как это делать дома, да, без врача. Сейчас появляются приборы, это то же самое mobile health диагностика или digital health, который в США сейчас очень активно развивается. То есть цифровое здравоохранение, когда прибор тебе врач может выдать, либо ты сам его можешь купить в аптеке, на нём логотип, табличка, Медеск номер такой, ты подключите к системе, и придя домой, например, ты наклеиваешь пластырь, который занимается мониторингом твоих жизненных поколений. Информация отправляется к тебе, в кабинет личный и к врачу твоему. А сколько стоит такой прибор? Самый простейший прибор, который меряет шаги, то есть это всем известно, стоит порядка 100 долларов в Америке. В России сейчас с точки зрения медицинских приборов, которые, я говорю, пластырь, которые наклеиваются для мониторинга, ну там цена, наверное, от 200-300 долларов для человека начинается. Зато это прибор, который, например, постоянно может мерить человека с сердечно-существительным заболеванием, то есть хронический. Давление? Давление даже, ну сердце, то есть кардиограмму постоянно снимать и отправить её в интернет, и постоянно обновлять эту информацию. Потрясающе, я отстала от жизни. Мне даже в голову не приходило, что это уже всё существует в природе и функционирует. За рубежом-то это функционирует уже давно, в России вот начинает появляться, у нас уже скоро будет, я думаю, запуск нескольких интеграций с партнёрами, пока про них не объявляем, которые именно занимаются домашним мониторингом. То есть сейчас мы работаем клиника в клинику, да, данные, с медицинскими приборами, которые сложные, пациента домой не дашь. Но ряд таких приборов, которые выдаются просто домой для пациента, они очень интересны и важны просто для нас с тобой. То есть это гораздо более интересно, чем входить в клинику. Будет, чем детей занять. Ну, как минимум, родителям выдать для мониторинга, это было бы неплохо. Ну и, соответственно, хроники все это используют. Я хочу напомнить наш телефон для слушателей. Наверняка у кого-то возникнет желание задать вопрос или поделиться впечатлениями. 65 10 99 6, московский телефон, 495, код Москвы. Заглядывайте на страничку Финам.фм в раздел программы в доле. Ты так круто манипулируешь и жонглируешь медицинскими терминами. Некоторые слова я даже не могу повторить, которые ты говорил. Эхокардиограмма, да. Электроэнцефалограмма. Электроэнцефалограмма, да. А вот что-то там ещё было. Это из-за того, что ты всё-таки давно занимаешься, ну, скажем, околомедицинской деятельностью или потому что ты родился в семье врачей? Ну, да, наверное, потому что и то, и то. Но прежде всего, конечно, получилось так, что я родился в семье врачей. Мои родители врачи, бабушки, дедушки врачи, дяди, тети. Тебе тоже полагалось пойти по их стопам? Да, да, так и предполагалось. И у нас, на самом деле, в компании два учредителя. И мой партнёр, у него та же самая история. Он тоже и ребёнок в семье врачей и тоже пошёл по стопе информационной технологии. Да, до какого-то момента, до 9 класса, родители были уверены, что я пойду в мединститут. Ухо-горло-нос. Ухо-горло-нос я ходил. Ну, стоматолог, нет. Стоматолог — это... По-прибыльнее будет. Самое прибыльное, да, что может быть, наверное, в медицине. Поэтому все считали, что я пойду туда. Ну, как только родители увидели, что как-то биология с химией — это не моё, а всё-таки математика и так далее. А мне больше нравится. Они, вообще-то, сказали, делать что хочешь. Ну, и на самом деле, наверное, у нас вот такой драйвер того, что надо людям дать что-то полезное, да, вот он как-то с детства привился, потому что очень часто слышишь, как родители консультируют кого-то по телефону. То есть это стандартная ситуация в семье врачей, когда твоим родителям постоянно кто-то звонит, спрашивает какие-то анализы, консультации и так далее. И ты видишь, что здоровым-то быть несложно. Не надо просто ряд каких-то факторов соблюдать, очень простых действий, и ты будешь здоров. И хотелось людям донести какую-то информацию о здоровье, не просто новый сайт о диетах сделать, а вот как-то донести эту информацию через врачей, через тех людей, которым им доверяют. Соответственно, чтобы это сделать, мы должны были прийти в клинику, дать какие-то инструменты для врачей более удобные, более качественные, эффективные, и уже после этого донести это пациентам. Ну, насколько я понимаю, далеко не сразу вам пришла именно эта идея в голову. Ты же родом из Приморского края. Из Хабаровского края, да. Из Хабаровского края. И учился ты в университете путей сообщения? В Тихоокеанском госуниверситете. Это мой коллега учился в университете путей сообщения. А, да, сори. Тихоокеанский госуниверситет. Так получилось, что мы родом с Дальнего Востока, поэтому мы познакомились с моим партнером, с Дмитрием Лазуткиным, в Японии. Уехали туда учиться и работать, потому что, ну, Хабаровск, Япония... А это легко уехать из Хабаровского края? Уехать не легко, но если ты, в общем-то, интересуешься своим делом, да, и если ты как-то замотивирован на проложение учебы и так далее, то, в общем-то, сделать это можно. А что надо было сдать для того, чтобы тебя в Японию уйтили? Там обычно японские компании, университеты просто приезжают, делают некий отбор-тесты, выбирают тех людей, которые наиболее адекватны и способны, грубо говоря, воспринять японский язык, потому что основным требованием является то, что ты учишь японский язык с утра до вечера для того, чтобы общаться там корректно. А это возможно вообще в каких-то обозримых границах времени выучить японский язык? Ты же туда уехал на сколько, на год? Полтора года, да. Полтора года. За это время ты выучил японский язык? Японский язык можно выучить где-то за полгода, если ты будешь учить его с японским преподателем по шесть часов в день. Тогда, да, вот у нас такой там был принцип, что с девяти утра до трёх дня ты учишь только японский, только с японским преподателем. Тогда ты начинаешь разговаривать. Ну, как бы вся остальная история про японский, она очень сложна. То есть это глобальное погружение было в культуру, в японский образ жизни? Совершенно верно. И в японскую медицину мы также точно увидели. Мы, в общем-то, там в 2005 году увидели, в 2006, в том, как там всё работает. Уже в тот момент они отправляли кардиограммы в Малайзию, МРТ они интерпретировали в Малайзии, потому что там было дешевле. То есть там было всё прекрасно построено. А кто из вас двоих сломал руку и оказался в японском образе? А, Дима сломал руку, да. То есть вот этот... Ты даже знаешь, да, такое? Да. Я немножко читала вашу биографию. Получается, не было бы счастья, да? Ну, то есть после того, как Дима попал в японскую клинику, увидел, как работает там уже, идея сформировалась. Он очень не любит, когда это рассказывают. Почему? Ну, на самом деле... Это как красивая история, слушай. Поэтому я её и рассказываю. Да, там история была в том, что он ломает руку, попадает в японскую больницу, у него очень сложная там нейрохирургическая операция, и он находится там порядка месяца, или там трёх недель, за это время видит, как всё работает в Японии, и звонит мне, говорит, Вован, говорит, ты не представляешь, насколько небо и земля там с России. То есть это был для нас первый такой звонок, что есть некие такие моменты, которые могут работать в клинике и в медицине, которые у нас вообще не реализованы, их нет. А для нас, как для людей, которые хотели строить что-то своё, делать свои проекты, это была одна из зацепок, с чего начать. Скажи, пожалуйста, а почему вы не остались в Японии? Была ли такая возможность? Да, возможность такая была, и на ней наставила японская сторона именно, просто потому что им интересно, конечно, человек, как можно дольше там удержать, тем более, если они учили его там японскому языку, и так далее. То есть процесс того, что есть специалист квалифицированный, который можно оставить, конечно, для них интересен. Но почему наши парни вернулись на родину, мы расскажем вам после новостей. Оставайтесь в доле, с нами Владимир Ковальский, Медеск. С нами в доле Владимир Ковальский, разработчик и генеральный директор облачной медицинской платформы Медеск, выпускник Московской школы управления Сколково, 65 10 99 6, московский телефон наш, заходите на сайт Finam.fm, на страничку программы в доле. Володя до новостей рассказывал о том, как он и его партнер Дмитрий учились в Японии. А вы в Токио учились? Да, в Токио. То есть вы на самом деле из Хабаровского края попали просто в 22 век. Из Хабаровска в 22 век, за два часа перелета. А что, помимо того, что нашли свою идею, свой путь, что вас еще в Японии сразило, поразило, вдохновило? Что было сложнее, чем японский язык? Ну, наверное, сложнее, чем японский язык, было понимание того, что люди живут по расписанию. То есть, наверное, это очень важный момент, которому нужно научиться. И часто, может быть, даже... Это реально в Москве-то? Наверное, это вот тот пример, который нужно брать с японцев в какой-то степени. Потому что, если ты даже разговариваешь со знакомым и говоришь, пойдем завтра с тобой, не знаю, покатаемся на велосипеде или сходим в ресторан, то он открывает ежедневник, у него ежедневник расписан на два месяца вперед. Я говорю, слушай, ну у меня вот как бы все занято, давай вот суббота, через два месяца мы с тобой сможем на рыбалку поехать. А чем занято? Вот такие же встречи, как у нас уже с тобой, с которым пытаемся договориться, они уже заранее это сделали, потому что у них каждая минута свободного времени как бы расписана. Просто потому что они работают с утра до вечера, соответственно, выходных у них всего лишь два, и они их расписывают на два-три месяца вперед. То есть человек, действительно, все распланировано у него и все понятно. То есть вот у них процесс того, что ничего случайно не происходит, наверное, это вот про японцев. То есть стабильность и там понимание всего того, что там завтрашний день будет такой же, как сегодняшний, вот это про Японию. То есть ты приезжаешь туда через пять лет, ты знаешь, что на том же месте стоит автомат там с газировкой, и он будет стоить столько же газировкой. Вот шикарно. Да, это, конечно, то, от чего сложно отказаться. Что же вас вернуло обратно в наш российский непредсказуемый день? На самом деле, наверное, Япония хороша всем, кроме того, что она... Для японцев. Да, кроме того, что она для японцев. Да, это, наверное, лучше не скажешь, потому что действительно страна небольшая. может быть говорить о том, что там сложно российскому человеку как-то себя ощущать даже по объему пространства. Например, если ты приезжаешь в какой-нибудь красивый парк, ты можешь быть на горной речке, там красиво какие-то купаться, да, но в то же время ты знаешь, что вот два метра наверх у тебя автострада идет, а будет выглядеть так, как будто ты на природе где-то в лесу, в тайге. Но настолько все компактно, построено и красиво, что ты это не замечаешь, но это понимаешь. Ну и, конечно, проблема в том, что Япония для японцев, действительно, если ты там делаешь бизнес, мы там ряд проектов запускали, то если ты не наймешь японца себе на руководящую должность, то с тобой... На руководящую. На руководящую должность, то есть японец всегда должен разговаривать с японцем. То есть процесс того, что ты идешь к контракту там один год, это действительно про Японию. То есть действительно мы ходили в рестораны с коллегами, с партнерами японскими. Это действительно занимает годы. Дойти до какого-то контракта, до договоренности, это очень тяжело, очень долго, и действительно нужен японец, который это делает просто всю свою жизнь. Вот это да. Да, то есть получается, что ты там можешь достичь только какого-то определенного уровня и выше тебе не подняться, потому что над тобой всегда будет стоять горемной житель. Да, и с этим ничего не поделаешь, просто потому что ты понимаешь, что кроме японецов никто с японцами не горит. Какой бы у тебя уровень японского не было, есть вот какая-то планка-пределка, дальше которого ты просто не сможешь идти. Дальше которого ты все равно для них марсианин. Гайджин, да. Окей, вы вернулись с идеей, вы вернулись с отличным образованием, со знанием языков, с горящими глазами, но построить здесь бизнес даже столь высокотехнологичный, интересный и, казалось бы, реально необходимой стране, наверное, было не так просто. С чего вы начали? Да, на самом деле процесс того, как заработать на медицине и как вообще сделать из этого прибыльную компанию, это процесс попыток и провалов постоянных. И, наверное, с 2008 года, когда мы только задумались о медицинских IT-технологиях, до 2011 года, когда мы действительно полностью перешли фокус только на это направление, мы как бы тестировали какие-то модели, бизнес-модели и такие-такие, просто пытаясь понять, где можно заработать. И то время было как раз, когда облачные технологии, там, SaaS-решения, так сказать, программа по подписке, они не были распространены, то есть это просто не было технологически. И действительно было очень сложно что-то предложить клинике такое, что и для нее стоит дешево, и предложение для тебя не затратно. То есть мы ездили с сотрудниками, устанавливали сервера в клинике, там, компьютеры и так далее. Это очень время затратное мероприятие и очень неэффективное. То есть в 2011 году мы просто увидели те вещи, которые стали появляться, то есть технологические, и поняли, что действительно по запросу клиник, которые говорят, мы хотим обмениваться в медицинской информации, мы хотим делать телемедицину и так далее, мы поняли, что если это все вынести на уровень вверх в облака, тогда мы сможем дать сервис людям без того, чтобы ездить к ним, без того, чтобы встречаться с ними лично и тратить на это время и ресурсы. И тогда это можно масштабировать. И, наверное, вот в прошлом году только мы запустили платформу в том виде, которая есть, то есть платформа, которая работает через интернет, именно с частной медициной. Поэтому выйти на финансово-прибыльную модель было сложно. Но сейчас вы уже на нее вышли. Да, сейчас мы на нее вышли. Это модель, которая, как я сказал, когда программа работает по подписке через интернет, тогда у тебя снижаются затраты на внедрение, и у конечного клиента нет затрат первоначальных на начало использования. То есть 0 рублей для того, чтобы начать пользоваться. Только абонентская плата, которая, по-моему, достаточно… Причем, если клиника до пяти сотрудников, там вообще бесплатная, клиника просто пользуется, может полностью весь процесс свой наладить по пациентам, по расписанию, по отслеживанию доходов. И метрик клиники, в общем-то, абсолютно бесплатно. То есть это невозможно было бы раньше. Если выше пяти сотрудников, озвучь цифры. Выше пяти сотрудников, следующий тариф – это 20 тысяч рублей в месяц. Это клиника, там, 15-20 человек. Скажи, пожалуйста, а как вообще вы, я не знаю, там, добились доверия клиник? Ну, приходят два симпатичных юноша молодых, там, до 30 лет, и предлагают какую-то совершенно, ну, непонятную для обывателя историю, которая как бы вроде бы должна облегчить жизнь, с другой стороны, очень сильно смахивает на какой-то, ну, не знаю… – Фантастику. – На фантастику, да. С кого вы начали? Как вы вообще вот ориентировались на клиента? Начали мы по простому принципу, что было ближе от нашей местонахождения в тот момент, от Хабаровского края, в общем-то, те клиники мы начали смотреть. То есть все, что было рядом, вот мы обошли очень много клиник и просто нашли тех, кто согласен был там попробовать какую-то безумную идею. Но на самом деле в тот момент, как я уже сказал, идея была не настолько безумная, да, это было стандартные сервера в клинике, это было типичное решение вот только для клиники. – Ну, просто электронный документооборот. – Электронный документооборот. А на самом деле сейчас, когда мы предлагаем это решение для клиник, мы говорим, ребята, вы просто возьмите, включите в себе систему, добавьте сотрудников и просто смотрите расписание и метрики, как у вас заполняется. Вы сами увидите, нужно вам это или нет. То есть сейчас все, конечно, гораздо проще, и момент того, что мы ничего не тратим для того, чтобы клиент начал пользоваться, и он вообще-то как бы никаких затрат не несет, вот это действительно, это удобно, это работает. – А с корпоративными клиентами как вы стали работать? – С корпоративными клиентами мы начали работать по принципу того, что появился ряд клиник железнодорожных, у РЖД, у которых была как раз задача постоянная работа с крупными корпоративными заказчиками, и, соответственно, с РЖД. И мы увидели тот процесс документооборота постоянного, который между ними идет, и поняли, что там очень много проблем, сложностей, поговорили с аналогичными клиентами в других отраслях, и увидели, что действительно проблема недопонимания того, что произошло в клинике, она есть. И она есть как со стороны корпората, так и со стороны страховой компании. То же самое с лабораторной диагностикой. Сейчас мы подключаем ряд лабораторий крупных, которые смогут данные лабораторной диагностики напрямую получать в систему клиническую и как бы с этим работать. – Но мне все равно интересно, с чего вообще вы начали всю эту историю строить? Да, вы ходили, ставили сервера, вели переговоры с клиниками, но ведь, собственно, эту платформу нужно было каким-то образом, ну, грубо говоря, нарисовать, нужно было создать софт, нужно было купить оборудование, ну, как-то… – Ну, смотри, наверное… – IT-технологии, внедрение. – Вот как раз, как во всех IT-технологиях, за последние 3-4 года, когда мы плотно занимаемся медициной, у нас платформа поменялась, наверное, 3 раза полностью. То есть это как бы не машину строить, да, как мы называем, действительно, можно за год сесть и… – Переписать? – Да, и переписать все, потому что ты… – А подожди, поменялась потому, что меняются технологии? – Ты видишь просто требования клиентов, и ты понимаешь, что тебе нужно, например, какую-то принципиально новую архитектуру реализовать, а на старой… просто к старой телеге пятое колесо просто ты не прикрутишь. Поэтому процесс того, что там аренда серверов и так далее, вот как я уже сказал, как только появились облачные решения, как только появились некие дата-центры, в которых можно эти мощности арендовать, действительно, это стало очень просто. То есть ты по подписке арендуешь мощности, ты по этой же самой подписке там продаешь софт, и, в общем-то, для тебя косты очень сильно снижаются. То есть у тебя только, соответственно, payroll, зарплата сотрудников остается, какие-то там фиксированные косты за аренду оборудования. – А кто ваши сотрудники? Это тоже программисты? – Сотрудники у нас со всех сфер деятельности. Конечно, это программисты, это математики, которые делают интерпретацию кардиограмм в облаке и так далее. То есть у нас есть и такое направление, когда мы сами эти данные расшифровываем, можем диагнозы ставить, предварительно врачу помогая. А есть сотрудники, которые знаются маркетингом, сейлзом и так далее. То есть весь процесс от того, чтобы систему создать, до того, чтобы ее продать, мы все это делаем. – А сколько человек в офисе? – В офисе у нас… у нас два офиса. Один находится в Москве, другой в Хабаровске находится. То есть в Хабаровске у нас находятся разработчики математики, там, бухгалтерии и так далее. А в Москве в офисе находятся 4 человека, в Хабаровске 5 человек, и, в принципе, в компании 14 человек работают. – Вы сейчас в Москве базируетесь? – Мы сейчас в основном в Москве базируемся, периодически с Хабаровским офисом работаем, и летаем туда. Соответственно, мы, видишь, в такой сфере работаем, как цифровое здравоохранение, Digital Health. То есть его в России, как такового, еще нету. В Штатах очень сильно оружие развито. То есть полтора миллиарда долларов вложили только в этом году в компании с Digital Health, потому что действительно здоровье и кэшфлоу, который может быть на здоровье, он действительно очень привлекательный. В России только-только начинается, и мы со своей стороны постоянно пытаемся донести всем участникам вот этого процесса, от пациентов, клиник до корпоратов, что вы можете что-то получать, какие-то информации, и она, может быть, вам полезна. И очень часто они просто не понимают, что они могут работать с этой информацией. Я действительно могу поделиться документом через интернет и согласовать реестр. То есть для них это фантастика. А для нас это просто процесс продвижения цифрового здравоохранения. Повседневность уже. Да, то есть мы вот поэтому рассказываем про цифровое здравоохранение. А правда, что на начальном этапе, когда вы наняли первых сотрудников, вы платили им нормальную зарплату, а сами жили на 5000 рублей в месяц? Да, да, это правда. Можно выжить. Это было в Хабаровске, в Москве? Да, это мы в течение года делали. Это было в Хабаровске, и это, на самом деле, один из уроков, которые мы усвоили. Процесс роста компаний и процесс повышения эффективности – это два несвязанных понятия. То есть компания может расшириться с точки зрения сотрудников, а эффективность ее останется на том же уровне. Точнее, даже будет падать. Поэтому тут такой очень важный момент, когда у тебя есть сотрудники, ты понимаешь, что нужно платить зарплату, а у тебя, например, косты выше, чем ты собирался их заложить. И что делать? Ты не платишь зарплату себе. Соответственно, ты можешь платить себе, ну, то есть минимальным, по-моему, роту, там, что необходимо, 5000 рублей. Вот мы себе платили, это продолжалось в течение одного года. По-моему, в 2010 году это было очень сложно. Но это было для нас уроком, конечно, понимание того, что, ну, там, разница между объемом компании и эффективностью размера. А что помогло, собственно, переломить эту ситуацию, когда первая реальная прибыль упала? Ну, на самом деле, прибыльными мы стали в конце прошлого, начало этого года. Все-таки опять же в связи с облачными технологиями. Да, прежде всего это косты на внедрение. То есть любое внедрение, любые люди, которые занимаются сопровождением, это очень затратно. То же самое, например, у нас было, когда мы делали 8800 для поддержки клиентов. А это что такое? Когда ты делаешь телефон бесплатный по России, когда могут люди звонить. И когда к нам начали звонить уборщицы из клиник с вопросом, там, я тут выдернула кабель, что мне делать? И мы поняли, что мы просто тратим очень много денег на общение, то есть все узнали этот номер. Мы перевели всех на онлайн-режим, когда через helpdesk, через интернет, те, кто действительно надо, те задают вопросы. Это сократило там тоже для нас существенную стоимость обслуживания системы. Ну а для пользователей, в принципе, все привыкли к этому моменту. То есть вы научились оптимизировать все процессы и стали получать нормальные деньги? Да, то есть на самом деле это вопрос оптимизации костов. У нас мы идем по такому принципу, что если даже мы уволим всех сотрудников, полностью вообще никого не останется, система все равно будет работать. То есть вот это основное преимущество, то, что дает область технологии. В принципе, ничего не нужно, кроме ноутбука, чтобы содержать всю систему. Даже если у нас больше 100 тысяч пациентов. Есть огромное количество людей, которые сейчас нас слушают и пожимают плечами, потому что до сих пор мы не доверяем интернету и не доверяем всю свою жизнь виртуальному пространству. Именно потому что, ну, чутенько слышим, то взломали, здесь сломалось, здесь глюкануло, здесь взорвался сервер. И нам кажется, что это все ужасно ненадежно. Давай попробуем доказать, что это не так после новостей. Хорошо. Оставайтесь вдоль. С нами вдоль Владимир Ковальский, разработчик и генеральный директор облачной медицинской платформы МИДЕСК, выпускник Московской школы управления Сколково. Обещали рассказать, а что мы обещали рассказать? О безопасности данных. Точно, да. Просто пока вы слушаете новости, мы тут так увлеченно на разные темы беседуем, что я иногда просто перескакиваю с мысли на мысль. 65 10 99 6 московский телефон и сайт финам.фм, заглядывайте на страничку программы вдоль. Так вот, безопасность. Все-таки русский человек с подозрением относится к тому, чтобы всю свою жизнь размещать в интернете. Особенно свои медицинские какие-то тайны. Подозрение — это правильно. И, наверное, это очень хорошо, потому что у некоторых пользователей, мне кажется, его уже просто не осталось. Размещают в такой социальных сетях, который будет через 20 лет стыдно перед детьми и внуками. На самом деле, с точки зрения безопасности, в России есть хороший закон. 152-й закон о защите персональных данных. Он сложный, жесткий. Все его не любят, производители IT-решений. Мы его на самом деле любим. Просто потому, что если ты реализовал основные принципы этого закона и обеспечил безопасность клиники по этому закону, то все данные, которые находятся, они в абсолютной безопасности. И если клиника аттестована по 152-му закону, что мы с Медеском позволяем ей сделать, то у нее никаких проблем нет. Соответственно, это как такая некая гарантия для пациента. Где начинается просто программа, которую мы скачали через App Store и начали вбивать свою глюкозу, условно говоря, там действительно никто ничего не защищает. А если мы получили некие данные через клинику, которая работает на нашей платформе, то эта клиника аттестована, и изначально уже эти данные защищены по тому принципу, который требует законодательство. А законодательство сделано очень грамотно. Жестко, да? Оно очень жестко. Мы для того, чтобы реализовать полностью соответствие законодательства, мы проучили три человека по FSTEC, по методикам, как это работает, и архитектуру сделали именно таким образом в системе, чтобы это все можно было сделать. Это непросто, но теперь мы понимаем, что это классно. Ты выпускник Московской школы управления Сколково. Зачем тебе понадобилось идти в Сколково? И чему тебя там научили? Какой-то качественный, я не знаю, качественный какой-то скачок произошел ли после обучения так? Да, нам очень интересно было в тот момент, когда мы решили развивать бизнес уже на всю Россию, уехали из Хабаровска, открыли офис в Москве. Было очень важно понять, действительно, какие основные рычаги влияния на рынок и какие основные точки входа в него. Смотрели, какие из образовательных программ могут нам в этом помочь, и в тот момент нашли для себя стартап-академию в школе управления Сколково. Программа для стартапов, такие же, как мы, которые помогают просто тебе пройти все эти этапы, которые тебе, скорее всего, предстоят в рамках твоего проекта. То есть от начала идеи до получения инвестиций, до поддержки клиентов. Это действительно программа, которая просто позволила нам по-другому взглянуть на свой бизнес, наверное. А когда ты туда пришел и узнал о том, как ты должен был начать бизнес, ты понял, что ты все правильно делал или наоборот? Прямо на первом занятии, мы просто с Дмитрием вдвоем программу проходили, прямо на первом занятии под руководством одного из профессоров, очень известных по теории кастомер-девелопмента, то есть развития клиентских отношений, Боба Дорфа. Мы поняли, что мы делали все неправильно раньше. А что именно? И поняли, что надо было учиться раньше, но, как правило, понимаешь, это всегда потом. То есть очень большая проблема у стартапов, у компаний всегда, это делать софт или программу до разговора с заказчиком. То есть у нас был такой проект, да, с японцами мы вели, делали полтора года, инвестировали в проект и не пощупали рынок. То есть мы не говорили с реальными заказчиками, там, ну, с одним-двумим, что-то переговорили, делали продукт, считая, что мы знаем, как это нужно делать. Это была очень большая проблема, потому что когда мы выпустили на рынок, он никому не был нужен, потому что он был слишком сложный. А это тот первый момент, который сразу стартап-академии как бы начинают там проходить и рассказывать о том, что, ребята, сначала там, customer first, да, сейчас это считается lean development, да, такая технология lean стартапов. Это очень модно, это в тренде, но когда мы это делали в 2008 году, этого ничего не было, это невозможно было прочитать, оставалось только наступать на грабли. Ну, и то же самое по остальным классам, по маркетингу, по продажам. Тебя просто ведут, рассказывают какие-то там ключевые проблемы и как их решать. То есть, ну, в этом плане стартап-академия – это очень хорошая программа для развития. А скажи, пожалуйста, например, если у человека еще нет конкретной идеи бизнеса, но ему очень хочется, есть смысл идти в подобное, ну, учиться подобным образом? Или все-таки тебя там, ну, если у тебя нету вот уже дела, то тебя вряд ли там как-то, ну, вдохновят на то, чтобы его начать? На самом деле программы, вот любые обучающие, да, делятся такие на два – краткосрочные, долгосрочные. Вот есть программы, которые ты можешь пройти за уикенд, выйти и сказать «Вау, классно», значит, и через неделю все забыть и ничего не сделать. А есть программы, которые, например, там, стартап-академия на несколько месяцев рассчитана, там, 10 недель, по-моему, она идет, и там действительно каждую неделю тебя просто пинают, да, то есть эффект программы в том, что ты пришел с какой-то идеей, с проектом, но быть готов, что тебя пропинают именно эту идею, и что действительно… Что ты можешь уйти без нее. Ты, во-первых, можешь уйти без нее, ты просто поймешь, что это ерунда, например. Либо ты уйдешь с ней и поймешь, что вот как ее дальше развивать. И это тот момент, как идти с идеей или не идти с идеей. Если ты готов вложить деньги в обучение и потом заниматься этим проектом, тогда иди. То есть если у тебя есть идея, даже нет реализации, то знаешь, что на выходе у тебя будет огромный раздутый проект по этой идее, ты будешь понимать, как ее реализовать, и ты будешь знать, что делать. И, возможно, ты уже какие-то этапы сделаешь. Но будь готов к тому, что это будет именно та идея, с которой ты пришел. Поэтому если идея плохая, и изначально тебе не нравится, лучше не иди, не трать время и деньги. Смотри, ты сказал, что в основном вашими клиентами сейчас все-таки являются коммерческие. Частные клиники. Частные клиники, да. Почему не государственные? Есть какая-то сложность с внедрением в эту систему? Не пробовали вы как-то завязаться вообще с органами здравоохранения? Мы для себя просто в какой-то момент определили после ряда консультаций с государственными клиниками, что заинтересованность в эффективности работы клиники и желание попробовать что-то быстро завтра и сейчас, она больше у частного клиента. Поэтому для нас, как для компании, которая делает все деньги на свои собственные деньги или инвестирует прибыль, для нас очень важно получать этот доход. Поэтому мы видим, что в секторе частной медицины пока на текущий момент деньги возвращаются быстрее. То есть люди готовы быстрее пробовать ради эффективности, они готовы ее мерить. И если они видят эффект от программы, они готовы за нее платить. То есть просто в частном взрыве происходит быстрее, чем в ГОИСах. Да, но ты же говорил изначально, что у вас все-таки была такая глобальная идея помочь человечеству, да, не только заработать деньги, но и изменить как-то к лучшему мир. И в случае с государственными компаниями, эта благая идея, мне кажется, более достижимая. Ну, скажем так, будет заметнее, что ли, очевидная польза процесса? Ну, здесь объем в пациентах, до которых можно достучаться через тот или иной канал. Конечно, с точки зрения государства, там потенциальный канал пациентов больше. Но и программы здравоохранения, которые делает государство, они, в общем-то, рассчитаны на крупных игроков, интеграторов и небольшие компании, они, в общем-то, как бы в этом просто будут теряться. То есть пока вы не в достаточно весовой категории, чтобы с ними не делать. Мы не в той весовой категории, чтобы работать с госзаказом и с госконтрактом. То есть, понимаешь, для нас контракт, который подписывается полгода, это смерть. То есть для нас контракт должен подписываться за неделю. Да, лучше завтра. Как для любого стартапа, тебе любой скажет, там, B2G стартап, это не стартап. Это уже компания какая-то, которая там занимается долгими продажами. То же самое, там, даже корпоративные продажи для нас. Почему мы только-только их начинаем запускать? Просто потому, что это долгая продажа, это там 2-3-4 месяца. А мы просто, ну, умрем к тому моменту, когда продадим там первый продукт. Ну, это очень круто, что вы тоже как-то, ну, в своей нише чувствуете границы, да, как бы той концентрации, в которой вам нужно пребывать. С другой стороны, наверное, большинство клиентов государственных клиник, там, те же бабушки и дедушки, пенсионеры, они, в общем, не совсем ваша потенциальная аудитория, ведь они не пользуются интернетом в своей массе, да, и вряд ли будут всеми этими облачными технологиями воодушевлены, да? Наверное, это тоже отчасти верно, просто, действительно, те люди, которые идут в частную медицину, частная медицина, кстати, растет большим темпом, 16% в год, то есть постоянно открываются новые клиники, очень много сейчас венчурных инвестиций, именно private equity инвестиций направлены в развитие клиник, то есть сетевые клиники покупаются, фонды инвестируют в клиники, это прибыльный сектор, и, соответственно, он развивается. Почему он развивается? Ну, либо потому, что государственная медицина там устаревает, либо, действительно, у людей появляется больше доход, и они заинтересованы пойти туда, где им качество обслуживания будет выше. И вот здесь мы приступаем к Японии, да, там клиент прежде всего, там обслуживание клиента – это просто догма всей экономики Японии. И вот, наверное, ближе всего частная медицина сейчас в России к качеству обслуживания клиента. То есть, значит, там тебе расскажут все, покажут, перезвонят, спросят, было ли хорошо или нет. То есть нам вот это очень нравится, просто потому, что мы можем дополнительно какие-то для пациента донести, действительно, медицинские метрики и информацию. Теперь, когда вы уже вышли на некую прибыль, и ты можешь получать зарплату больше 5000 рублей. На что ты тратишь свои бизнес-доходы? Что тебя радует? Чем ты можешь себя баловать теперь? Есть у меня просто ряд желаний, да, и месяц, как называется, которые мне просто хочется осуществлять. Очень-очень я люблю путешествовать. Буквально недавно мы с супругой ездили в Норвегию на 4 дня. То есть у нас была такая мечта попасть на язык тролля в Норвегии. Это такой утес, который нависает над скалой. 12 часов ты идешь по горам, и потом идешь, попадаешь туда. То есть для меня путешествие – это отдушина. Спасибо, Владимир Ковальский, меддеск был вдоль. Спасибо. Продолжение следует...